Снизить давление на предпринимателей, но не ослабить контроль за нарушениями. Специалисты МЧС, представители правительства и законодательного собрания, бизнеса и общественных организаций Севастополя обсудили, как достичь баланса, соблюдать требования пожарного надзора МЧС, не увеличивая количество проверок. Во вторник в Главном управлении МЧС России по Севастополю прошло собрание для предпринимателей, владельцев гостиниц и отелей. Весь 2018 год для них действовали надзорные каникулы. Компании освободили от большинства плановых проверок, сосредоточившись на госучреждениях, объектах образования, здравоохранения и культуры. В отношении бизнеса мы в 2018 году проверки не планировали, запланировали на 2019 год. На отделе, скажем так, осуществляли мероприятия по надзору в отношении объектов хозяйственных, которые подвязаны на правительство города Севастополя. Результаты проверок ведомство подводит каждые три месяца. Кроме того, специалисты МЧС консультируют представителей компании о требованиях пожарной безопасности на предприятиях. Какие необходимо смонтировать системы противопожарной защиты? Как применяется то или иное законодательство Российской Федерации в конкретных случаях в отношении объектов защиты? Можно ли как-то уйти от требований свода правил? Скажем так, как выполняется 123-й федеральный закон на территории города Севастополя? В ведомстве сообщили, что в последнее время тотальный контроль за соблюдением требований органов госнадзора МЧС отменили. Чтобы обеспечить эффективную пожарную безопасность, для отряда спасателей проводят учения, а для горожан – тренинги о поведении в чрезвычайных ситуациях. В показателе за 2018 год наблюдается положительная динамика. И по количеству пожаров у нас уменьшение на 5%, и по количеству погибших людей на пожарах.